Открывая совещание, заместитель министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул акцентировал внимание собравшихся на том, что основная задача мероприятия – выяснить вопросы, которые в первую очередь волнуют перевозчиков. Он отметил, сейчас в Крыму создаются филиалы федеральных агентств, и их сотрудники будут регулярно работать на местах. Уже создан юридический Минтранс Крыма, Шевченко Юрий Витальевич его возглавляет. Создается рабочая группа по вхождению автомобильных перевозчиков в законодательное поле Российской Федерации. Чтобы систематизировать взаимодействие с перевозчиками, их достаточно много, чтобы не собирать большой коллектив, в эту группу включается актив, то есть это наиболее крупные перевозчики, как автомобильный, автобусный, так и городской электрический транспорт, ассоциации крымские, и мы туда делегировали наше агентство автомобильного транспорта, наши ассоциации автомобильных перевозчиков, государственную транспортную лизинговую компанию, которая будет давать льготный лизинг на обновление парка. Сейчас прорабатываются варианты транспортных и пассажирских перевозок по морю. Один из возможных – маршрут Керч-Анапа. В пункт назначения можно будет добраться за два с половиной часа. Не забывают и о модернизации паромной переправы между Керчью и Таманским полуостровом. Самих же перевозчиков в первую очередь интересуют аспекты льготных перевозок и их субсидирования. Предприниматели пожаловались, с января 2014-го не получали дотации с бюджета. И сейчас ситуация критическая. В Российской Федерации мы несколько лет назад провели так называемую монетизацию льгот. Это значит, что льготники вместо права использовать бесплатно, например, общественный транспорт, может быть, кто-то его и не использовал, соответственно, они получили эту льготу в виде денег непосредственно на свой счет. Это более такая рыночная, более понятная и удобная как для льготников, так и для транспортных компаний форма. Что касается финансовых средств на льготные перевозки, то они уже в Севастополе, отметил Николай Асаул. На сегодняшний момент все те обязательства, которые выполнялись бюджетом Украины, приняты бюджетом Российской Федерации. Соответствующие средства из федерального бюджета до Едины, до органов управления Крыма и Севастополя. Подчеркиваю, в том объеме, в котором они были предусмотрены в украинском бюджете. Здесь они в Севастополе. Сейчас вопрос, как здесь уже местный министерств финансов ее до вас доведет. В ходе совещания обсудили особенности выплаты страховок и страхования предпринимательской деятельности, а также каким образом при условии отказа страховых компаний будет осуществляться покрытие убытков Российским Союзом автостраховщиков. К тому же Николай Асаул отметил, с июля вступает в силу норма, согласно которой перевозки детей можно будет осуществлять автобусами, которым не более 10 лет с момента выпуска. Владимир Сорокин, Екатерина Долгополова, программа «Наше время».